Молимся! Благослови предстоящие занятия, не дай уклониться ни на право, ни на веру от истинного понимания Божественных слов. Привудь с нами в сей день благодатный. Хвала Тебе чести, поклонение, Отец, Сыны, Святой Дух. Аминь. Первое послание Петра, 4 глава, 14-15 стихи. Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое толкование. Потому что когда обвинение их на вас окажется ложным, их постигнет стыд, а вам будет слава. Посягающий на чужое тот, кто излишне любопытствует о чужих делах, чтобы иметь повод к злословию. Но такое занятие свойственно в душе нечистой, злодейственной и готовой на всякое зло. Но мне почему-то казалось, что посягающий на чужое – это вор. А здесь именно толкователь говорит, что излишне любопытствует о чужих делах. То есть любопытно. Правильно. Так, вопросы есть? Вопросов нет. Есть вопросы. Есть? Да, любопытство, оно же разное бывает. Можно как бы в виде любопытства сказать. А можно в хорошем, то любопытство, чтобы перенять опыт, если добрые дела. Наверное. Так кажется. Как-то тоже возбраняется. Это, мне кажется, нормально. Как бы у вас по деревке идут, скажем, не то, что производственные дела, а трудовые. Вот это немножко хотелось бы узнать. Потому что православное поселение, оно хочет узнать не все детские хунии. Чтобы перенимать или как-то узнать без себя, как лучше. В этом же нет, скажем, такого дурного. Постегающий на чужое то, что тебе не принадлежит. Даже взять в литературе плагиат. Не писал, своими именами подписался, присвоил чужой труд. Чужое изобретение. Если один русский делает какое-то изобретение, я сколько знаю, обязательно еврея два подцепятся. Очень. И ты уже только думаешь, кандидатскую получать, а он уже доктор будет. У нас такая была одна кандидат наук. Она исследовала, что к ней прицепились. Это постигающие на чужое. Вот, которая была приватизация, эти брокеры, это все на чужое. Варье. В один день богатыми не делаются. У тебя корова одна, завел ты теленок. На следующий год две коровы. Вот так. А тут так. Березовская говорит, я когда проснулся, обыкновенный чертежник. Я понял, я сказочно богат. А где? Евреи, американские, масоны решали, кого поставить. Смотрящим здесь стоит Чубайс. Это все постигающие на чужое. Постигнули на чужую жизнь. Убили царя, княжен великих. Пришла банда к власти, 72 года разбойничали. Все это постигательство на чужое. Это очень большой вопрос. А почему Блаженов Пеклов сказал так? По всей вероятности, это был больной вопрос в тех местах тогда. Поэтому обратил внимание особенно на это. Вот сейчас смотрите, захватывают чужие земли, как что идет. Все это постигательство на чужое. Вот так. Ну, любопытствовать-то о добрых делах-то это не греет. Когда говорит любопытствовать, разузнает. Тебе не принадлежит эта тайна. А ты ее понес другим. Разве любопытствовал и пошел? Ты этого не делал. Но это очень плохое качество. Замочную скважину подглядывать и ушами подслушивать. И об этом Сарахов говорит. Это гнусно. Это постигаешь на чужую жизнь. Выведуешь чужую тайну, тебе не принадлежащую. То, что человек не хотел, чтобы было известно. И по всей вероятности это было тогда. Почему он обратил на это внимание. Хотя, о чем я сказал, это намного шире, чем он сказал. Постигаешь. Ну, вопрос-то, Балзарова. Человек хочет узнать, как живут в Потеряевке. Любопытничает. Вот ему охота узнать для того, чтобы... Я-то не постигаю. Я неправильно понял. Я-то не постигаю, как бы, а пытаюсь узнать. Это немножко другое. Ну, так я и спрашиваю. Это же не грех. Когда человек хочет узнать, как живут люди в православном поселении. Он, вроде, и на чужое посекает, посекает. И все, что тут. Такого греха не вижу я. Узнать, как православные люди поживут. Идем дальше. 16-17 стих. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. То есть пострадал, как с христианин. О страданиях идет речь. Ибо время начаться судом с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Толкование. Судом называют здесь апостол не осуждение, но исследование, рассмотрение. Наводит на них страх, чтобы отлонить их от жизни рассеянной. Почему и прибавляет. Если прежде наследуется ваша жизнь, то какой конец будет непокорным? Начинается суд прежде с Дома Божия. Ибо по словам Василия Великого, мы естественно не бедуем на домашних своих, когда они провинятся пред нами. А Богу свои суть не кто иные, как верные, наполняющие Дом Его, то есть Церковь. Посему и Спаситель говорил, прежде скажет тем, которые по правую сторону Его. Евангелие от Матфея 25, 34. Судом, или рассмотрением, называют здесь скорби, причиняемые верным от нечестивых, а наступление коих предвозвещал Господь, говоря, будут отдавать вас в судилище и так далее. Читаем мы в Евангелии от Матфея в 10 главе 17 стихе. Потом, как бы, в утешении говорить. «Если вас, таких близких к Нему, с большой буквы к Богу, не щадит, то представьте себе, какой конец будет нечестивым». И подтверждает это местом из Писания. «Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» Притча 11.31. Так праведнику воздается на земле, тем паще нечестивому и грешнику. Смысл речи такой. «Если праведник получает спасение с трудовым напряжением, ибо Царство Небесное силой берется, и если кто получает тонное, то со многими скорбями» Матфея 11.12, Деяние 14.22. «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие, то какую долю получат проводящие жизнь в неге и наслаждениях, нужно подразумевать нечестивые в будущем веке. То есть ему и мы, страждущие по воле Божией, не должны унывать, но должны предавать ему, Богу, души свои, как верному Создателю, делая добро». И комментарии Игнатия Тихоновича Лавкина на слова подтверждают это место из Писания. Итак, комментарии. «Какие из своих высказываний, утверждений можем мы подтвердить местом Писания? А если не можем, и однако же противимся ясно сказанному в Библии, то такой человек вполне заслуживает прозвища антибиблеиста и антихриста». Комментарий закончен. Если есть вопросы, пожалуйста. «Игнатий Тихонович, еще что-то может добавить?» «Я сказал все, если у кого-то вопросы будут. Мне кажется, все понятно. Надо мне толкнуть, чтобы сказали, вот этот угол не осветили». «Игнатий Тихонович, еще что-то есть?» «Игнатий Тихонович, еще что-то есть?» «Идем дальше. 18-19 стихи Вячеслав, читайте. «И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешник где явятся?» «Итак, страждущие по воле Божией допредадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». Толкование. Словом «воля Божия» апостол показывает или то, что страдания наши бывают не без промысла Божия, но посылаются от Него в качестве испытания, или то, что, страдая за волю Его, мы Ему же должны предоставлять и окончание страданий. «Ибо Он верен и не ложен в обещаниях Своих, и не попустит нам быть искушаемыми сверх сил». Написано 1 Коринфянам 10.13. «Как же должно предавать самого себя Богу?» «Делая добро», — говорит. «Что же значит это?» «Значит полагаться на Бога со смиренным мудрием, не предавать много цены своим страданиям, но чем более кто страждет, тем более должен почитать себя непотребным, говоря ко Господу. «Праведен Ты во всем, что соделал с нами»» Даниила 3.27. Слова «нечестивый и грешный» разнятся между собой тем, «нечестивый и грешный» разнятся между собой тем, что нечестивый вовсе не признает Бога, а грешный, имея веру в Бога, презирает закон Его. «Впрочем, и один, и тот же человек может быть нечестивым и грешным, ибо, совершая беззаконие, он без сомнений нечестует, не помышляя во время греха о бытии Божием». Псалом 9.25. «В над мнении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет во всех помыслах его, нет Бога». Вопросы? Так, Виталий, первая и пятая стихи, можете прочесть? Пятая глава начинается. «Меня слышно, да?» «Да, слышно хорошо». «Пастыри ваших умоляю я, сопастыри свидетель страданий Христовых и соучастник слави, которая должна открыться. «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия». Дальше, да? До пятого, да. «И не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыр-начальник, вы получите неувидающий венец славы. Так же и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облетитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Толкование. Он называет себя пастырем, пресс-фитером, или по возрасту, или по достоинству епископа. «Ибо и книга Деяний, 20 глава, 17 стих, называет пресс-фитерами и епископом. Потом, желая показать, что он преимуществует пред ними, и что называет себя со-пастырем по смиренно-мудрию, выставляет свое достоинство именно то, что он свидетель страданий Христовых». Он говорит как бы так. «Если я, и здесь пиши вам, такие видения, не нахожу низким называть себя сопастырем, то и вам несправедливо возноситься над подчиненными своими». Так же о смиренно-мудрии Господь говорит. «Если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам». Читаем Евангелие Терама, в 13 главе, в 14 стихе. «Апостол прибавляет, что он соучастник слави, которая должна открыться, для того, чтобы представить преимущество смиренно-мудрия. Подобно, как и Павел говорит, когда явится Христос, жизнь наша, тогда и вы явитесь с Ним». «Послание к Колоссянам, 3 глава, 4 стихе. «Непринужденно пасет тот, кто в самом себе предлагает своим пособам пример доброй деятельности и тем побуждает их друг пред другом соревновать Учителю. Не для гнусной корости пасет тот, кто не выступает вперед с гордостью и не выселится над подчиненными, но живет нероскошно, или кто не домогается драгоценных одежд и роскошных язв, которые производят гордость и служат поводом гнусной корости. Наследием называет священное собрание. Прибавление, подавая пример стаду, означает то же, что пасите непринужденно. В словах «И когда явится пастыри-начальник, союз И поставлен вместо дабы». То есть, чтобы, когда явится пастыри-начальник, вам получить венец непринения. Толкование закончено. Может, какие-то вопросы есть. По рассуждению. Ну вот, когда священник берет за требую, ну, это можно назвать гнусной коростью. Здесь вот толкователь не говорит об этом, потому что тогда этого не было. Грех симонии. Ну, и как-то тут вот так вот мягко, что гнусной корости, то есть не возносится над подчиненными. Вроде не роскошно, а тут вот. А действительно вопрос, до революции вот за свечкой стоили денег там, таинство стоили денег? Вот интересно. Может, кто-то знает? Игнат Тихонович, знаете, до революции свечки даром давали? Никогда не было. Это только в Почаево. В Сково-Печерской. Они берут на пасеки, как у нас. Общий сбор денег отдают, и тогда ставят. И ставят там, кто прислуживает. Со свечками там не ходят. Так и должно быть. Даже как зажигает, и то не советуют смотреть, увлекаться этим. От того, что говорится, что считается. А как без денег? Кто их будет давать? Откуда возьмут? У меня как-то одна тут была, была потеряем. А почему они, говорят, молочку продают? Сметана как? Да-ка верующие, даже так отдавать. Я говорю, да ты если пенсию получаешь, ты домой-то не неси, выйди и раздай сразу. Ну, то есть предела этому нет никакого. Ну, я тоже часто, я в такси работаю. Это вы верующие, а почему вы с меня деньги берете? Я говорю, ну здорово, живешь. Все, я должен бесплатно всех платить. Бензин, запчасти там, все это. Да. И, ну, свечки, ладно, были такие в истории церкви времена, когда, ну, имеется в виду русская православная церковь, когда плату не брали за тайну, за требу, за величание, за крещение. Есть в истории такие повествования? Или всегда была эта минусная корость, уже на протяжении трех веков? Не знаю, что это значит. Историю составляли, писали монахи. И поэтому стилизация шла на несколько этажей. Лишнее все вычеркивалось, убиралось. Даром ничего не делалось. За это платили деньги. Стоглавый собор неоднократно указывал, как надо жить. При председательстве 15-летнего будущего Ивана Грозного. Там, когда считаешь, в ужас приходишь. Как попы дерутся между собой до крови. Ну, и тогда какой-то указ, видимо, был. Если даже попа где-то и бьют, чтобы у него камеловка не упала на землю. Так русский человек приспособился. Батюшку встретят, а он не такой, что-то берет там не так. Они у него шапочку на забор повесят. Отмолтуй за тебя, шапочку наденут, иди. И вот об этом как раз, если я не ошибаюсь, то кони или плевака было. Священник там что-то взял, вырубил лес у кого-то или что-то. И они в суд подали. И он короткую исказал проповедь. Говорит, вы на исповедь-то ходите? Да. И он вам прощал, прощал. Сколько раз? Ну, каждый год там четыре раза на исповедь. А вы один раз не можете ему простить. И процесс был выигран. То есть посягали на чужое, брали. Вот Степняк Кравчинский говорит. Там отошли где-то, ну, штундисты называли, баптисты. Он идет по другой стороне улицы. А он его увидел, он рыбу несет. А ну иди сюда, штунда проклятая. Он подошел. Где рыбу-то взял? Да вот я ловил так. Вот это вот карась хороший, вот это еще три. Иди к Папади занеси. Он уже штундист, а сделай так, как я сказал. Не посягай на чужое. Он сам поймал этих гальянов в нашем пруду. Никто не писал, сколько брали взятки. Это я об этом напоминаю. Потому что сведения писали только монахи. А они что об этом будут писать? Это так уж где-то проскользнуло у Дмитрия Ростовского. Было или не было, историю умалчивает. Вот сейчас говорят, 4,5 миллиона было коллег после войны. Руки нету, ноги, которых дома никто не принял. Или дома потеряны были. И они везде в городах, все, на вокзалах все было. Просто одни коллеги ползают. Проходит уже 2 года, 3 года. Ничего не меняется. Кто дал указ? Ну ясно дело тот, кто имеет власть. И утром проснулись, ни одного коллеги нету. Куда нашли? Которые сильно там обожженные, в танках были, никуда не надо. Их всех расстреляли. Героев своих. А остальных сослали на Соловки. И там один только художник рисовал. Ни в одном архиве, нигде документов нету, что это было. Это было. Это все понимают, было. В одну ночь все они не договорились, чтобы спрыгнуть с самолета. Но кто дал указ? Когда? Хрущев пришел к власти. Он сразу дал указание. Найти, где он подписывал указы о расстреле. Он самый расстрельный был. Больше всех погубил людей. И все. В архивах нигде нету, а больше на что ссылаться. А если что-то известно было, архив нельзя было уничтожить. Они накладывали в это рассекрете через 100 лет. А через 100 лет эти вопросы уже никто не задает. Так что давай вперед. Маловажные вопросы можно оставить в ряду неясности. Андрей Марко 6-7 стихи прочтете? Андрей, слышите меня? Валерий, слышите меня? Слышу, слышу. Давайте тогда вы. 6-7 стихи. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Толкование. Облекитесь, значит, опояжьтесь, оденьтесь или наложите на себя, окружите себя со всех сторон. Апостол говорит о времени, которое древо приносит плод свой в свое время. Псалом 1-3. Словом, во время намекается на возвышение в будущем веке. Таковое возвышение, и оно только одно, неизменно и прочно. Ибо здешнее возвышение небезопасно и нетвердо, но скорее унижается, нежели возвышается. А что смирение возвышает, об этом сам Господь говорит. Всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Лука 14-1. И кто из вас хочет быть первым, будь из всех последним. Марка 9-35. Словом, в свое время апостол указывал на то, что возвышение от смирения обещается в будущем веке. Ибо время неизменчивых благ в будущем веке. Потом, чтобы удалить страх, бывающий при смирении, говорит. Не бойся, но всю заботу свою возложи на Господа. Ибо Он печется, то есть заботится обо всем этом. Вопросы есть? Идем дальше. Ликтор Савченко. Восьмой, девятый. Сухие толкования. Трезвитесь, бодрствуйте. Потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Толкование. На тех, которые привыкли спать душевно, а это значит быть поглощенными суетой, и через то обременяют трезвость души, нападает лукавый зверь отчаяния. Предостерегая от всего, ученик Христов убеждает всегда бодрствовать и беречься сеятеля плевелов, чтобы, когда мы спим, то есть ведем жизнь беспечную и ленивую, он тайно не насеял лукавых помыслов и не отвлек от истинной жизни. Потому что он, говорит, непрестанно обходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Святой Иустин Мученик причину такого неослабного коварства и наветов со стороны дьявола полагает в том, что дьявол до пришествия Господня ясно не знал, сколь сильное его наказание, так как святые пророки выражались об этом загадочно. Так Исайя всю печальную историю и судьбу дьявола прикровенно изобразил в лице ассириянина. Исайя, 18 глава, с 4 по 27 стихи. А когда с пришествием Господа дьявол ясно узнал, что ему и ангелам его надлежит и уготован вечный огонь от Матфея 25, 41, с тех пор он непрестанно строит верующим ковы, желая многих сделать общниками своего отступления, чтобы ни одному терпеть бесславие, осуждение и в этом находить холодное и злобное утешение. Вероятно, много скорбей за Христа претерпевали те, которым писал это апостол Петр, потому-то он и утешает их в начале и в конце послания, в начале тем, что они становятся общниками страдания Господа и наследниками, имеющие открыться славы. А здесь тем, что страдают не они только одни, но и все верующие, живущие в мире. все толкование. Вопросы? Алиэксии 10-11 стихи можете прочесть? Бог же всякой благодати, призвавший нас вечную славу Слову Христе Иисусе Сам по кратковременному страданию Вашим да совершит Вас, да утвердит, да укрепит, да соделает Деньга. Слову Христе Что-то прервалось. Прервалось что-то непонятно, нас нету, из сети выбило, всех выбило, всех выбило, всех, да, вон идет внизу написано, подождите, мы пытаемся восстановить связь, все отключилось, ну еще мало совершенное. Тоже пытается залезть, нажал что-то в код, он наступил. Он там печатать начал, в скайпе, там еще нужно, там стереть буквы, в скайпе стереть буквы. Написать Сереже? Написал. А то он ногой наступил. Где мы? Забери нас. А Сергей написал, где мы? Забери нас. Надежда Лапкина, Евгений Израиль, Сергей Козлюк, Александр Сырхозский и Виталий Калиников. Не удалось присоединиться к звонку, так как их версии скайп устарели или они не в сети. Как устарели, а разговаривали. Это неважное дело, это какое-то совсем нехорошее. Сергей там придет к нам или нет? Ты посмотрел меня как лежат, кто на ком стоит? Так это я не пойму, у меня трое тут их. Двое, двое. Двое? Белый вон. Вот он пришел тоже. И кому он? Так это он или она? Она. Она маленькая головка. Я их путаю. Ну что сказать? На этом уйти или пока постоять пускай будет что-то. Посмотреть, что у нас в других моментах где. Ага, просчитать. А Роман Ромашов зашел. И тоже что-то не так пошло. Видишь как. Это у вас интернет пропал. Это бесполезное дело. Опять внизу там видишь, желтый знак восклицательный. У нас интернет пропал, Иначе Иначе. Интернет пропал? Да, вот собачка не горит. А что такое? Не знаю, что-то или с модемом. С модемом или перезагрузить может? Ну-ка давай. Ладно, тогда отключайся. Слышь, оно не дает. На! Если ты можешь согрешить, конечно, добровольно. Но страсти не влияют так, как до этого было. Ну, грех, то есть. То есть, Господь выводит тебя на свободу, дает свободу тебе во Христе. Что ты можешь согрешить, а можешь не согрешать. Но сатана на тобой уже не властен. Хотя бы вот по этому признаку. Может, кто-то другое еще что-то добавит. Ну, Игнать Тихонович, вот слышали вопрос? Нет. Какие критерии рождения свыше человек недавно задают? Нас отключили, вырубили полностью. Только сейчас подключили. Я не знаю, о чем разговор идет. Вопрос. Какие критерии рождения свыше? Как узнать, рожденный свыше или нет? Вопрос. Что же спрашивать? Ребенок абортированный, мертвый и живой. Как узнать? Дышит воздухом, подает сигналы, кричит, просит поесть, ищет мамку в грудь ее. Вот эти все признаки у живого человека. У него все по-другому. Как сегодня пытается сделать миссионерские отделы, научить. Этому нельзя научить. Это только тем, кто имеет Духа Святого. Для них это понятно, как идти, когда с кем разговаривать. Этому нельзя научить. Это не тройка НКВД. Схватил на улице и в карман его, в кутузку толкай. Вопрос даже определенно быть. Как? Если он верующий, у него все по-другому. Мысли другие у него. Чувства, разумение истории. Подготовка, отношение к жизни, к смерти, к обращению к родным. Все по-другому. А тут, собственно, обыкновенное дело. Знает все, бороду бреет. Я как на него должен смотреть? У меня разговор-то будет другой с ним. На самое малое. А у меня жена. А у меня на работе. Ну и все. Верующий не может торговаться ничем. Бог сказал, все принято. Самое маленькое. А кто тебе больше это доверит? Вот. И начинаю решать. Для рожденного слышу, эти вопросы вообще не существуют. Бог сказал, говорит, партия сказала, комсомол ответил, есть. Рожденный от Господа не грешит. То есть, если ты сам себе на грехах живешь, то значит, ты не рожденный от Господа. Сознательным. Сказал человек раньше, ну, на грехах жил человек безбожно, а потом родился свыше, перестал грешить. Перестал ты грешить или не перестал. Вот это и есть предприятие. Можно добавить? Да. Вот, допустим, я не понимал, как Господь, Бог, спасает человека от греха. Ну, что значит спаси? Он спаситель. Понимаю. По-книжному я мог ответить, конечно. Но на себе этого я не испытал. Я не знал, что это такое, как вот перестать грешить, ты говоришь. Ну, как он спасает греха? Не знал. Не мог понять. Вот это бился, как закрытая дверь. Ну, Господи помилуй, я понимаю. Вот Господи помилуй, Господи помилуй. Потому что я в грехе живу и не могу от него избавиться. Ничего я не могу с собой поделать. И вот, когда только... Вот я, конечно, через Игнать Тихона пришел к пониманию. Не просто к пониманию, а еще Господь так сделал, что... Не формально, а уже по-настоящему это. Я понял, что такой грех... Я не понимал, что грех несет смерть. Самый маленький, самый маленький, маленький, маленький грех. Нету как... Любой грех несет смерть. Этого тоже не понимал. В православии жил столько лет, этого не понимал. Не знал. Не знал. Бился головой об стену. Думаю, да где же как выйти-то из этого положения. Вот, когда вот в 2011 году в Потеряевке я вышел из этого положения. Я приехал, слушал внимательнейшим образом, что говорит Игнать Тихонович. Упорно. Господь открыл. Я понял. И не просто понял, а еще внутренне. Он дал мне эту свободу. Вот в чем дело-то. Я ощутил это внутри себя. То есть, свидетельство этого находится во мне. Я не могу доказать, допустим, кому-то из посторонних, что это так. Но я-то знаю про себя. Во мне это есть. Было. То есть, я стал свободен. Я могу грех склониться к греху. Но сатана на меня не влияет. Не может повлиять. Если я добровольно не соглашусь с ним. Как Адам когда-то был в раю. И мог согласиться взять это яблоко у Евы. Амод не согласится. И он согласился. Яблоко. И так, рожденный свыше, тоже он становится свободным. Он как восстанавливается. Адам. Но только новый уже. Во Христе. У меня все. Так. Продолжаем. Восьмой-девятый стихи. Евгений. Евгений. Прочтете? Двенадцатый четырнадцатый. А. 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 Подожди. Отрезвите. Евгений. Уже прочитали? Да. После комментариев. А. Простите. Двенадцатый четырнадцатый. Да. Двенадцатый четырнадцатый. Евгений. Израиль. Который. С нами? Так. Что-то пишено. Не Евгений. Марку не отвечает. Давай, Вячеслав, ты тогда. И кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Приветствует вас избранная, подобно вам церковь Вавилоне и Марк, сын мой. Приветствуйте друг друга лапзанием любви. Мир вам всем во Христе и Иисусе. Аминь. Толкование. Этот Силуан превосходно верует и усердно подвизается в деле проповеди. О нем и Павел упоминает и вместе с Тимофеем называет в посланиях сотрудником. Так он пишет. Павел и Силуан и Тимофей. Написано 1 фессалоникийцам 1 глава 1 стих. Вавилоном называют Рим по причине его знатности, которой и Вавилон пользовался долгое время. Избранный называет Церковь Божию, оставшуюся в Риме. Марком называет Евангелиста, именуя его и сыном по духу, а не по плоти. Ему-то он и повелел написать Евангелие. Тогда, как Павел пишет Римлянам 16.16 и 1 Коринфянам 16.20, чтобы верующие приветствовали друг друга лапзанием святым. Петр говорит «Приветствуйте целованием любви». Но у обоих мысль одна и та же. Павел знает, что любовь о Господе больше всех добродетелей, даже мученичества за Христа. И потому целованием святым называет то, которое дается в Боге. И Петр, когда говорит о целовании любви, разумеет истинной любви. Посему и прибавляет «Мир вам всем во Христе Иисусе». Говорит не об обычном человеческом мире, но желает им получить тот мир, которого удостоил их Христос, отходя на страдания и говоря «Мир оставляю вам». И замечая о различии, не так, как мир дает Иоанн 14.27. «Ибо должно хранить мир не по пристрастию, но потому, что вы связаны любовью. Так что должно переносить удары от соперников». Ученики Господа везде в конце посланий предлагают молитву, как бы печать, и тем показывают искреннюю свою святость. «Некоторые из бывших прежде нас думали, что Марк, о котором говорит святой Петр, был сыном его и по плоти. Догадывая эту они основаны на том, что в деяниях апостола апостольских Лука говорит, что после того, как ангел Божий чудесно освободил апостола Петра из темницы, которым посажен был Иродом, и перестал руководить его, он, апостол Петр, пришел к дому матери Иоанна, называемого Марком. «Деяние 12.12» написано. «Они полагали, что он пришел к собственному дому и к законной своей супруге». Вопросы есть? Ну что, идем дальше тогда? Второе послание начнем. Второе послание апостола Петра, 1 глава, 1 стих. Виктор Павченко, читаю. «Симон, Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Толкование. Симон есть сокращенное имя Симеона, как и Митр, Митродора, Мина, Минодора, Февда, Феодосия. С самого начала апостол пробуждает помыслы и души верующих, побуждая их стараться в деле проповеди равняться апостолам. «Ибо тогда, как все получили равнодрагоценную благодать, несправедливо было бы иметь недостаток в чем-нибудь таком, в чем все оказались равными». Апостол постоянно желает верующим мира, который дал им Хрискос по воскресении своем из мертвых и при отхождении к Отцу, взывая «Мир вам!» В местах Священного Писания. «И в Церкви мы молим Господа, чтобы дал нам Ангела мирно, и священник от святого жертвенника подает народу мир, потому что мир есть мать всяких благ. Поэтому и Господь заповедал ученикам Своим, чтобы они при входе в дома прежде всего подавали мир от Матфея 10.12, от Луки 10.5. Вопросы? 2 Петра 1 глава 2-4 стихи. Вячеслав. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего!» «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Толкование. 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 Толков mosquitoes. Толкование. Хочет vidéаться. Толкование. Толкование. Опять гигант? Тоесть гиганты. Хочет кое-то предлагаю заходство, а тебе ломатьolar… Сергей отошел, наверное? Сергей, я не слышал. Нет, я здесь. Питка, 5-7, давай. То вы, прилагая к всему все старания, или все старания, покажите в вере вашей добродетель, в добродетель и рассудительность, в рассудительность и воздержание, воздержание и терпение, в благочестии, в благочестии и братолюбии, в братолюбии, в любовь, в толковании. Показывает степени преуспеяния. На первом месте вера, так как она есть основание, опора добра. На втором месте добродетель, то есть дела, ибо без них, как говорит апостол Иаков 2, 26, вера мертва. Далее рассудительность. Какая же рассудительность? Знание сокровенных тайн Божьих, которое доступно не для всякого, но для того только, кто постоянно упражняется в добрых делах. Затем воздержание. Ибо и оно нужно достигшему до означенной меры, чтобы не возгордился величием дара. А как при кратковременном воздержании нельзя упрочить за собой дар, ибо страсти...